всем привет парни и девушки ну что ж не уверен конечно что на канале есть девушки но если вы смотрите то в этом видео я решил разобраться насколько вообще выгодно сегодня купить уже собранный и настроенный компьютер или даже дешевле и проще самому вручную все это собрать плюс к этому компьютер из этого видео будет участвовать в конкурсе то есть можно будет получить его бесплатно и не только этот компьютер но еще некоторые приятные подарочки в общем как принять участие в конкурсе я расскажу вам в конце видео обязательно досмотрите его до конца но сейчас давайте по порядку и так для примера готовой сборки в наше видео будет служить игровой компьютер powered by msi от digital razor и эта конфигурация по всем признакам является топовая чуть позже я покажу вам какие тут стоят железки посчитаем все выясним реальную стоимость компьютера ну а сам компьютер привезли мне вот и на в большом деревянном ящике что вскрыть его мне понадобилось открутить парочку саморезов вручную в общем внутри у нас друзья прямо целое собрание из коробок и прочих интересных ништяков во первых что я лично отметил бы это то что при сборке были сохранены буквально все коробочки от установленных железок то есть digital razor не оставляет себе даже резиночек от видеокарты они все положили внутрь и это является ведь ее на самом деле купленным а значит все должно быть отдана и даже пустые коробочки плюс также в комплекте нашелся фирменный мерч digital razor это большой коврик и бейсболка приличного качества все это идет в подарок но самое интересное это конечно же компьютер и так прежде чем мы посмотрим на содержимое внутри этого пока нам сразу и под стекло положили внутрь вот такой специальный листочек с инструкцией как правильно снять защитный пенопакет который внимание защищает железо внутри от рязки чтобы она не повредилась во время транспортировки то есть видимо были такие случаи в которых каким-то образом ломались то есть сломали содержимое внутри выкручивали видеокарты я сам лично помню так делали в почте россии с компьютерами что я отправлял своим подписчикам скрывали мои посылки поэтому компания решила подстраховаться и заделать скажем так все это содержимое внутри таким специальным пенопакетом короче в плане упаковки и отношения к железу тут у меня нет претензий все пока что на серьезном уровне теперь перед нами друзья видно что находятся внутри самого уже компьютера и так сразу прям сходу можно увидеть большую трехслотовую видеокарту rtx 3070 гейминг z3o 8g l и чар далее у нас виднеется водяночка трехсекционная svo msi mac core liquid 360r и все это подключено к материнской плате msi mac z590 tomahawk вай фай то есть даже не подключая компьютер я уже понимаю в принципе что стоит внутри и скорее всего здесь поставили 11 поколения intel процессор и да в документации на чеке тоже указан камень 11700k i7 и 16 оперативных двухканалей на частоте 3200 скорее всего чисто ради интереса и потенциала я подниму частоты на процессоре примерно так до 4 900 5000 и попробую тоже память поднять до 4000 я думаю назад 590 чипсете это будет ну несложно сделать просто поднял в множитель к этой теме мы еще конечно же вернемся чуть позже в общем то сейчас давайте изучив содержимое внутри и сфере весь ассортимент на чеке можно сказать что весь пока по сути собран на 90 процентов и железо от компании msi даже ssd накопитель и блок питания тут тоже msi кабеля в оплетке в красном цвете и подсветочка в красном цвете короче это мечта любого поклонника компании msi тут все прям представлена вся продукция сей мною уважаемой компании я не берусь спорить о качестве скажем блока питания это все же новая модель первые блоки питания от этой фирмы но судя по маркировке он является модульным называется mpg a 750 gf он имеет золотой сертификат на 750 ватт а на какой платформе он уже собран я в честно вам как бы ну не подскажу далее меня также заинтересовала первая линейка ssd накопители msi spatium m370 это тоже новый продукт быстрый nvm формате m2 на 1 терабайт и вообще тут немало чего интересного что я вообще впервые вижу от этой фирмы например я ни разу не видел водянки msi и мне лично интересно как она вообще справится с 11 700 кей на высокой частоте по всем ядра в общем из ключевых особенностей я назвал бы прикольно стильный корпус mpg сакира 100r в него идеально поместилась большая широкая видяха арте x370 гейминг за 38 g l и чары в целом я просто таки достал пока из коробки подключил питание и внутри уже все настроены и нужно только вот активировать винду кстати ключ винды находятся на тыльной части корпуса там нужно стереть вот специальную наклеечку и ввести ключ уже в самой винде то есть это лицензионная windows 10 home там еще и лицензионный офис тоже поставили и кстати протестировали пока 8 часов в стресс-тесте до digital razor тестирую такие свои пока перед отправлением на стабильность работы и одно дело знаете это собрать пока и запустить его это в принципе несложно а вот иное дело это проверить чтобы он не вырубался спустя время и не сыпали всякие там артефакты и прочие проблемы в этом плане парни из компании тестирует пока так что он проверен настроен свежий драйвера и bios тоже обновлены и теперь давайте посчитаем наконец-то сколько же действительно стоит железо внутри на примере цену скажем так в днс и так я прошелся по всем деталям набросал в корзину процессор 11700 кей материнскую плату точно такую же что стоит внутри я тоже нашел далее видеокарту я нашел ту что 3070 именно вот этот гейминг за 3 а потом у нас 16 оперативы я нашел на частоте 3200 корпус мс и секира в целом тоже находится в продаже правда там стеклышко спереди нет общем это такая мелочь потом блок питания мс и на 750 ватт уже тоже как бы продается есть он продажи водяночку я нашел обязательно вот поставлена в эту сборку и такая же продается в днс я закинул ее в корзину и ну и в конце это ssd накопитель на 1 терабайт от мс и жесткий диск на 1 терабайт и лицензионная windows 10 за 8000 тоже считаем ее и мышку с клавиатурой что идет в коробке мы тоже сюда закинули так стоит такой компьютер в digital razor судя по чеку ровно 250 тысяч рублей или почти три с половиной тысячи долларов и после моих подсчетов собрать такой же компьютер вручную через днс будет стоит внимание примерно 240 245 тысяч но в эти 245 тысяч я не считал услуги сборки компьютера также я не считал тестирование пока инженерами и еще сюда я не посчитал по мелочам это коврик там ящик деревянный всякие провода цветастые короче собрать такой пк будет стоить ровно столько же если вы скажем решите собирать это все самостоятельно но только тут вам дается гарантия внимание 24 месяца плюс обслуживание и консультация менеджеров а при сборке вручную если у вас что-то вот скажем не получится или неправильно подключите провода тут тоже простите ваши проблемы вам просто запомните привезут куча коробок и дальше уже сами разбирайтесь если все компьютеры стоили бы как digital razor я вообще кабану не вижу смысла собирать и возиться сутками с этими железками да я знаю что компании сборщики они накручивают цены часто я знаю эти компании и вы тоже прекрасно знаете не будем озвучивать но в данном случае абсолютно адекватная сборочка без оверпрайса ну как бы все перед вами я все посчитал ну ладно окей парни давайте все таки протестируем всю машину в довольно сложных условиях не full hd и даже не 2 кей а широкоформатном мониторе разрешение 3 440 на 1340 в общем это сложнее чем qg или 2k и тестировать я буду киберспортивные шутаны сперва потом уже сложные три пола и проекты итак начнем с rainbow 6 все на ультра я выставил также уточню что тут стоят ультра текстуры это не просто очень высокий и все проверяем напомню в 3 440 на 1440 в широком формате поэтому снизу у вас у зрителей вы наблюдаете черные поля это потому что широкий монитор имеет формат экрана 21 на 9 они 16 на 9 в общем из увиденной картины можно сказать что тут есть более 150 кадров и под монитор на 144 герца это более чем отличный результат я думаю люди которые собирают компьютеры за 250 тысяч как раз таки имеет то может такие мониторы стоят они уже более доступны чем еще пару лет назад поэтому все в порядке окей движемся далее теперь на очереди еще одним то есть еще один сетевой шутан это call of duty последняя часть и тут выше по сути требования чем в rainbow 6 почему правильно потому что тут имеется трассировка лучей это непростая задача но с включенным дело с режиме производительность все равно даже с включенным rtx мы получаем минимально 70 fps а максимально 90 главное что не меньше чем 60 опять таки это самые запредельные настройки с трассировкой и обычно но никто мультиплеере не выставляет такие настройки просто выключает rtx эффекты и в таком случае будет там больше 120 кадров это точно моя задача была просто показать вам предельный потенциал и кстати я выставил такие то есть выставил на процессоре вручную частоты до 4900 не стал поднимать слишком уж там сильно до 5000 все-таки жалко железо и память даже оставил на частоте 3200 хотя она сумела подняться до 3 800 это не в общем это не так важно в таком разрешении весь упор в таких условиях идет только на видеокарту по сути и сама видях атомы сайт тут справляется замечательной именно с температурой и и температура тут не поднимается выше 60 возможно 64 и процессор тоже в разгоне держит примерно 55 60 градусов я думаю это отличные цифры для железа в любом случае окей продолжаем тестировать следом у нас переходим на сложные проекты и конечно же проверим киберпанк на ультра с трассировкой в режиме tlss производительности вот тут наконец-то мы увидели хоть что-то что ниже 60 fps ну то есть это не то чтобы прямо знаете ужасные 55 кадров нет просто киберпанк это киберпанк и тут мне кажется любой компьютер скорее всего будет в унынием потому что это киберпанк и здесь очень высокие требования в любом случае на запредельных 55 60 кадров это тоже комфортные цифры не забываем что я тестирую на широком мониторе с лучами и будут ну хотя бы 2к монитор мы бы без проблем получили стабильные 60 или даже больше кадров например в rdr2 наоборот она тоже очень требовательная даже 2021 и на ультра тут ну не падает фрейм ниже 60 кадров скорее всего тут выручает именно tlss но так или иначе фрейм тут поприятнее чем в киберпанке и можно спокойно тоже пройти сюжетную часть при максимальных настройках вот такие дела в общем друзья такая история чтобы я не протестировал на этом компьютере даже самые последние игры вроде far cry 6 и прочие ей подобные все не идут на этой машине power by msi от digital razer без особых проблем температура тут вполне адекватные на комплектующих водяночка справляется очень тихо работает сам компьютер и можно даже делать простенький разгон процессора и его теперь друзья если вы захотите собрать игровой пк то сделать это можно воспользовавшись промокодом msi razer 5 и получите при этом скидку в пять процентов на заказ игрового компьютера power by msi переходите на сайт digital razer по ссылочке я оставлю ее в описании под этим видео там вы сможете собрать компьютер своей мечты выбрать любой конфиг под свой бюджет ну а чтобы выиграть именно такой пк power by msi то вам нужно принять участие в конкурсе в котором можно получить не только компьютер но еще множество ценных призов условия здесь очень простые и довольно понятное первое это создать свой компьютер мечты сохранить его и заполнить уникальный номер конфигурации далее подписаться на сообщество digital razer и msi вконтакте 3 оставить комментарий с уникальным номером конфигурации под постом вк ссылку я тоже оставлю и написать почему ты выбрал именно такой пк и почему именно эти настройки ты выбрал в конфигураторе и на этом все и уже после окончания конкурса будет трансляция на официальном канале digital razer где выберут именно победителей в прямом эфире бонусом здесь стану также пять самых интересных комментариев и вы получите то есть эти люди получат мышки от msi больше информации смотрите по ссылочкам описании под этим видео все я оставлю под этим видео следите за новостями на страницах вк мс россия и digital razer и пусть вам конечно же повезет на этом у меня все друзья увидимся с вами уже очень скоро всем еще раз я желаю не болеть и пусть вам повезет и кто-то из вас получит компьютер за 250 тысяч до встречи на канале всем удачи и пока пока